Если вы хотите близких отношений с Господом, то на это уйдет время. Также, когда вы посмотрите на жизнь Иисуса, Он делал чудеса, а потом уединялся на горе где-то или в каком-то уединенном месте. То, что я пытаюсь сделать, так это в моем расписании выделять время для времени с Богом. Каждый день. Потому что чем больше вы находитесь вместе с Ним, тем больше развиваются ваши отношения. И тем больше вы станете чувствительными к Его голосу. Потому что Он хочет, чтобы мы могли слышать Его. И часть нашего духа внутри нас обладает этой чувствительностью к голосу Божьему. Это такой дар, который Бог дает каждому Своему ребенку. Он создал вас, создал меня со способностью слышать Его. Я не говорю о слышанном аудио, таком голосе, но о голосе, который внутри вас, в вашем духе. И это может прийти только когда у вас время вместе с Ним и в Его присутствии. И как только я стал христианином, я просил Бога дать мне чувствительность и способность слышать Его голос. И я хотел иметь эту способность слышать Его очень ясно и точно. И на протяжении всех этих лет Бог благословил меня способностью слышать Его в духе. И слышать в точности то, что Он говорит. Также это часть пророческого дара. Знать и слышать, что Бог говорит. Иоанна 15 глава. 1-7. Иоанна 15, 1-7. Иоанна 15, 1-7. Иоанна 15, 1-8. Иоанна 15, 1-8. Иоанна 15, 1-8. Иоанна 15, 1-8. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Господь говорит о пребывании в нем, это часть этого времени с ним наедине. Времени в его присутствии. И быть вместе с ним в эти особенные времена наедине. Поэтому это должно стать привычкой, которую вы развиваете. Потому что нелегко из своего расписания выделить время специально для Господа. Но это очень важно. Потому что время вместе с ним сделает вас чувствительным к его голосу. И у вас будет чувствительность и понимание того, что Бог хочет, что в его сердце. Поэтому то, что следует вам сделать в своем расписании, выделить время. Как я раньше сказал, обычно я, может быть, музыку поклонения включаю. Потому что поклонение помогает нам прийти в его присутствии. Как и сейчас, можете ощущать присутствие Господа. Затем открыть Библию и позволить Ему говорить через Слово Его. Это самые основные принципы. Но иногда даже в служении мы забываем основополагающие. Это очень легко забыть. И пастыра могут ввязать в обязанностях своих. Так что забываем, что самое главное — это быть с Господом. И каждый день я пытаюсь читать из Слова Его. Так что Господь мог сказать что-то в моем сердце. Иногда я читаю целую главу, иногда только стих. И вот что я думаю, он имел в виду, когда мы пребываем в Нем и Его Слово в нас. Мы пребываем в Его присутствии, и также находимся в присутствии Его Слово, чтобы Его Слово стало нашей частью, частью нас. Филиппийцам 3 глава. Что апостол Павел говорит об отношениях с Богом. Итак, Филиппийцам 3 глава, 8-10. И что он говорит? Все, что есть в жизни, даже если это важно, оно сравнительно меньше по отношению к познанию Господа. Здесь он, конечно, ссылался не на интеллектуальное знание, но на познание Бога практическим способом в жизни. И как он в 10-м стихе продолжает, чтобы я смог знать Его и силу Его воскресения. Это очень сильный стих. Чтобы я познал Его. Эпигоноско, вот это греческое слово. И это означает познать посредством опыта, а не посредством теории или каких-то знаний, информации. Поэтому он не ссылается на какое-то интеллектуальное знание, информация. Он использует это греческое слово, которое можно другими словами сформулировать. Я знаю, потому что я это испытал. Так же, как и стул, на котором вы сидите. Прежде чем сесть на стул, в уме у вас уже сформировалась такая концепция, что он достаточно крепкий, чтобы удержать ваш вес. Это у вас ментальное понимание, что стул создан для того, чтобы человек садился на него. Потому вы знаете, что он вас удержит, когда вы сядете на него. Это интеллектуальное знание. Это коноско. Когда вы уже садитесь на стул, тогда становится это знание эпигоноско. Потому что вы сами убедились на опыте, что стул таки держит ваш вес. И так же Павел говорит, чтобы я смог эпигоноско или испытать его на практике. Аминь. И вот таким образом Бог хочет, чтобы мы знали его. Путем опыта, опытным путем. Опыт — это хорошая вещь. Поскольку когда у вас уже произошел опыт, вы уже знаете не только из-за того, что вам кто-то сказал. И в своем разуме вы эту информацию примели. Но вы знаете, поскольку испытали сами. Был один очень известный муж Божий, его звали Леонард Рейвенхилл. Он был из Англии. Но вторую половину своей жизни он жил в Техасе. И я был его соседом через дом. И я его очень хорошо знал. Одно он сказал, что я никогда не забуду. Он сказал, что человек с опытом looks never at the mercy of a man with an argument. This may be hard to translate. В other words, if you have had an experience, no one can try to convince you or argue with you that what you've experienced is not real because you've experienced it. If you have argument and he has experience. In other words, a man with an experience is not at the mercy of a man with an argument. He is not able to be convinced that he did not experience that. That's a hard one. It's a hard one to translate. It's a hard one to translate. One has an experience, and the other has arguments. They are not equal to each other. And the one who has an argument cannot be convinced of the one who has an experience. Okay. Good. I didn't understand you, but I think you did it right. So what Brother Ravenhill was saying was a person who has had an experience with God, an experience with God, a relational experience. And they have found the Lord to be real. And even an atheist can never convince them that God is not real. So even an atheist can never convince them that God is not real. Amen? Speaking of atheists, I don't know, this is not long enough. Okay. That's okay. I want to do something on the board here. Okay. So an atheist says that there is no God. Right? Ateist says that God is not. That's what the word atheist means. That's what the word atheist means. It means no God. It means no God. But really, no atheist can prove there is no God. But really, no atheist can prove there is no God. So there is really no such thing as an atheist. That's okay. Don't worry. ateist is not a person It means no God. Maybe someone could be an agnostic. That means I don't know. It means I don't know. I don't know. But if you ever get into a conversation of an atheist, you can maybe give him an illustration like this. You can ask the atheist. You can ask the atheist. if this circle would agree could represent all knowledge in this circle. And if this circle would agree that this circle is all the areas that can possibly be known. All information. All information. All information. And then you can say and maybe you would agree that this part of this total mass information maybe you know. You have a personal knowledge. And, возможно, даже вот эта частичка, это то, о чем вы знаете, это ваше личное знание. ну, можно сказать, такая достаточно большая часть. And most atheists will agree. Okay? I agree that this represents the knowledge that I know in all the knowledge that is available. and most atheists так и согласятся. Ну да, в принципе, это та часть знаний, информации, которую я владею из всей базы данных наличий. Затем нарисуйте больший круг, что включает в себя все известное знание, всю известную информацию. А как насчет всего того, что неизвестно, что тоже реально, но то, чего человек не обнаружил? может ли существовать больше информации, чем той, которая уже известна нам? Да. Потому что до сих пор ученые продолжают обнаруживать то, что находится в океанах на Земле, на дне морском. И наука все дальше продолжает открывать больше и больше информации, знаний новых. Все еще находят какую-то жизнь доселе неизвестную на дне морском, на глубине. И что можно сказать атеисту? Ну, даже если вы знаете этот небольшой кусочек информации, всей известной информации, но все существует намного больший круг знаний, объем знаний, который еще предстоит узнать. И если атеист честный, то он признается, что есть еще информация, которая неизвестна человеку. и может быть неизвестна как Бог находится где-либо И потом можно спросить атеиста, возможно ли такое, что Бог находится где-либо из этого поля, что Бог реален, и что возможно он еще не обнаружен и не открыт каким-то путем опытным атеистам. И большинство атеистов соглашаются с такой логикой. И наука продолжает исследовать, открывать все новые замечательные чудеса творения. Знаете Хаббл телескоп? Слышали об этом? Видели ли вы самые последние фотографии сделанные Хабблом? Если вы идете в интернет и по поиску найдете телескоп Хаббл и фотографии, вы увидите самые последние фотографии сделанные телескопом. Хаббл все дальше и дальше сделает снимки все дальше и дальше в Вселенной. И делает фотографии такого творения Божьего, что еще наука до этого не дошла, но что есть там формирование нового. И недавно я видел один из этих фотографий где показаны тысячи и тысячи галактик. И маленькая такая наша галактика с Млечным путем такая крошечная. Как однажды какой-то ученый думал, что наша галактика это самое массивное образование, которое может быть. Истина в том, что это всего лишь песчинка во всей вселенной и вообще в широте всего творения Бога. Какой удивительный Бог. И когда кто-то испытал это, испытал Бога, испытал насколько Он реален, испытал насколько Он благ, добрый, не сможет доказать что-то другое, потому что у вас был опыт. И так же апостол Павел описывает свой опыт с Богом. даже все, что может быть в жизни самое великое, оно ничто по сравнению с познанием Бога. халлелуя. И Бог хочет, чтобы мы жили с Ним и могли испытывать Его действительность на практике. Он не хочет, чтобы мы просто читали какие-то истории о других людях, которые жили с Ним, и лично хочет себя явить вам, мне, так, чтобы мы жили в этой реальности. И это возможно только когда мы уделяем время Ему. Мы пребываем в Нем, это значит пребываем в Его присутствии. Это означает, что у нас близкие отношения с Ним. И также Его Слово пребывает в нас. Просто пребывайте в Его Слове. Уделяйте чтобы читать и изучать Слово, размышлять о Нем. Есть какие-то отрывки в Писании, я думала, что понимал, но потом Дух Святой показал что-то новое. И это прекрасно открыть Библию и открыть Библию и получить что-то новое оттуда. Мне нравится говорить о Библии как любовное письмо Бога к Его народу. Ибо получать письмо от Бога каждый день когда вы читаете ее. И когда вы просите Его говорить к вам через Его Слово, Он будет показывать вам себя, Он будет это делать. И возможно вы увидите Писание абсолютно с новой перспективы чем раньше. И апостол Павел говорил об этом опыте переживания с Богом в жизни, на практике. И давайте дальше Филиппийцам 3, 12, 14. Говорю так, не потому чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. All right, so he's talking about his experiential relationship with God. And in verse 13, he talks about reaching forward to the things that are ahead. And pressing forward for the goal. So what he's referring to here is his relationship with God. He calls it a goal or a prize. And he actually uses the terminology that would be used for someone running a race. like a runner who's trying to reach the goal or to cross the finish line. And he describes his pursuing of God in the way a runner would run to the finish line. because in this phrase reaching forward or pressing toward the goal it means like a runner who's exerting every strength that he has or every muscle that he has to reach that goal. So that's how Paul described his own relationship with God was that he was using all of his strength to pursue the Lord. Hallelujah. You see God loves it when his children really have a desire for him. He looks into our hearts today and the Bible says that he looks throughout the entire world and he looks into the heart of every person to see who's really seeking him. and he says that those he will strongly support. So when God sees you have the desire to run after him and pursue him relationally he will meet you he will come to you. the Holy Spirit will draw near to you as you have a heart after God. Hallelujah. Amen. Let me tell you a testimony of something that happened to me one day. Have a friend who's a medical doctor she's a pediatrician and she invited me one day to come to her hospital to pray for some of the babies that were very sick in the hospital. And she took me to the hospital and before we went into the section that had the little premature babies I asked the doctor if she would first introduce me to the administrator of the hospital because I believe it's important to go to the person who's in authority because that hospital was under the authority of the hospital administrator and that hospital was under the authority of the hospital administrator so that vineyard belonged to him so I went to his office first and the doctor introduced me to the hospital manager and we told him what we would like to do but we wanted his permission so he gave us permission and so now we had his authority together with the authority of God to go and pray for patients in his hospital and so as we stood up to leave his office the Holy Spirit told me something at that moment the Holy Spirit told me to ask the administrator if he wanted us to pray for him and to ask him if he had something physically wrong that we could ask for God to give him a miracle and so I asked him said sir do you have a problem we could pray for you he said yes as a matter of fact I do have a problem he said I have a terrible pain in my back and I've had it there for many years and he said I cannot even bend over it's so painful I took him by the hand and the doctor and I prayed for his healing this this administrator was not even a Christian he was far from the Lord when we took his hand and began to pray the Holy Spirit came down upon him and he was instantly healed by the power of God he knew it when it happened because he felt the pain completely go away so he knew something had happened miraculously so he was sitting behind his desk but he stood up and he began to bend over to touch his toes of his feet he had not done that in years and he was without any pain he was so happy he began to just rejoice he was so surprised how could something like that happen so quickly without any medicine and without any medical care he was so happy he said come with me and he took us into a very large room in the hospital that had all of the secretaries and the business people that had you know their offices in this large room they were the people who worked for him in the administration of the hospital he said he said to everyone real loud he said may I have your attention I want to show you something he bent over and he started touching his toes he said I have never been able to do this he said something happened when these people prayed and all of my pain left my back and everyone started to applaud все начали аплодировать овации it was a wonderful miracle это было чудо so then he said he then said I now want you to go to pray for all of the patients in my hospital and this was quite a large hospital it was about four maybe four levels high so the doctor took me first to the where they had the premature babies and these were her patients and that was the reason she wanted me to pray because some of them were not doing well and were probably not going to live they were little small babies like this very small and they had they were inside these things incubators right and so we were not able to actually touch them so we just laid our hands on the glass of the incubator and prayed for the little premature babies and when we were praying for the babies the Holy Spirit was doing something to these babies because they were like they were moving like this their arms and legs were moving and when we took our hands away they would stop and we put our hands back and they would their legs were kicking their arms were moving and so we you know we couldn't ask them what was happening we couldn't ask the babies what was happening but they survived because the doctors said they were healed and they were able to develop so God was touching these small babies it was wonderful and then we started to just go into each room of the hospital to pray for the patients that were in the hospital and some of them were not healed but some of them were and then the nurses began to notice what we were doing and some of the nurses wanted us to pray for them and they would come and ask us would you pray for me and so Dr. Margarita and I would pray for one nurse and the Holy Spirit would come upon the nurse and would begin to touch her and I remember specifically several of these nurses the Lord began to touch them and they began to laugh with joy the joy of the Lord came upon them and they were so happy and laughing so loud they couldn't stop I remember one nurse became so loud in her laughter we were trying to make her be quiet because you know hospitals are supposed to be very quiet and she was like out of control laughing and the joy of the Lord was just all over her you know and so we began to be concerned because she was so loud and so the doctor opened a door at the end of the hallway of that room of that floor and it was the broom closet where they keep the mops and the brooms and the cleaning it was a room where they hid all the shwabras and we pushed this nurse into that closet and closed the door because she was out of control and so we closed her in the broom closet and then we would go to the next floor the higher floor praying we began to pray for the people and nurses all over the hospital began to look for us they would leave their floor and come looking for where we were in the hospital and wanting prayer they were hungry they had a desire for God and God touched every one of them and it was very interesting because all of the nurses received the laughter of the Lord's joy and we spent the rest of the afternoon trying to hide these laughing nurses because they were laughing so loud they were disturbing the patient so we would open a door and hide one laughing nurse inside that room and we'd find another closet and hide a nurse so it was a wonderful but it was the fact that God loves to touch someone who has a desire for him he likes to come to those who really really want to have relationship with him so you know one thing I've learned in all of these years the more I can stay hungry for God the more God will come to me and the more my friendship with the Lord will develop amen so some of these ways of developing a friendship with God number one is by introduction that's the beginning number two is by saturation just letting yourself be saturated in the presence of God you see the Holy Spirit is in here right now with us right do you feel the presence of God here so what do we do with that presence do we just ignore it no what we should do is yield to the presence of God we should submit to the presence of the Lord but if we keep our heart hardened and if we can push his presence away or we can receive his presence and obviously God wants us to receive his presence so spending time with the Lord just like you would spend time with anyone else you were desiring to develop a relationship with God wants special time with you he wants you to have a passion for him he wants you to feel the warmth of your love for him but we have to yield to him we have to let go of our pride I remember one time in St. Petersburg Russia I was there ministering in a conference there was a Russian soldier there that was at the building where we were holding these meetings and he was you know he was very hard and he was a soldier so he was you know very powerful and every time we would have the meeting he would stand off to the side and he would stare at us he was being very official because he was a soldier soldiers are supposed to be like that right but he was watching and listening to everything that was being said and done so the conference lasted for four days and I would look over and see that Russian soldier and it just seemed like he was getting harder and harder and harder but the last day of the conference he came and asked for prayer which was a major step for him to take so I remember praying for that Russian soldier and I remember the power of the Holy Spirit fell upon him and the power of God knocked him back onto his back onto the floor and he laughed and he laughed and he laughed and he laughed and no one could stop him from laughing so it was like one minute he was very hard for God and then finally at the very last meeting he surrendered to the Lord so God wants us to just surrender to him today amen so we're going to take a break and then when we come back then maybe we'll have time to pray God bless you